Доброго времени суток, уважаемые коллеги. С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. Представляю вашему вниманию свой традиционный обзор по техническому анализу отдельных валютных пар. Сегодня понедельник, 1 июня. Традиционно рассматриваем с вами валютные пары евро-доллар и фунт-доллар, которые отработали все ожидаемые цели. Обе пары выросли в соответствии со сценарием и теперь, по всей видимости, подходят к своим предельным уровням, от которых может начаться локальная коррекция. Как только эта коррекция завершится, будем ожидать возобновления новой фазы восходящего тренда. Также рассмотрим пару доллар и японская иена, которая пока не определилась с направлением, но сценарий с нисходящим трендом пока остается актуальным. Итак, евро пошел по запланированному сценарию, который предполагался в обзоре прошлой недели. Котировки выросли к целевым значениям и даже превысили их впоследствии. При этом ожидаемой коррекции к уровню поддержки на 1.0830 не состоялась. Цена после некоторой консолидации около уровня 1.0885 продолжила рост. Таким образом, пара достигла первую цель на 1.0987, а после некоторой проторговки движение продолжилось до 1.1053. Это дает основание для усиления сигнала на восходящее движение, которое остается актуальным. Ну и вот новый прогноз по паре, учитывая тот факт, что на уровне 1.1145, куда цена проскочила, встретила довольно серьезное сопротивление, которое не позволило продолжить рост, не исключено развитие нисходящей коррекции в самое ближайшее время. Ожидаемый предел коррекции находится в районе уровня 1.1053, где находится текущий уровень поддержки. Если он удержится, то восходящий импульс возобновится с новой силой. Ближайшими целями для следующей волны в этом случае будет выступать уровень на 1.1230 с потенциальным проходом до 1.1283. Пробой поддержки и проход цены ниже разворотного уровня на 1.0987 даст сигнал на углубление коррекции. Ну и вот британский фунт также вырос в соответствии со сценарием в прошлом обзоре. Как и ожидалось, покупатели поддержали пару на уровне 1.2165. После консолидации выше которого и началось восходящее движение. Таким образом, обе целевые отметки были достигнуты. С началом роста котировки достигли целевого уровня на 1.2287, а после некоторой консолидации и ретеста промежуточной поддержки на 1.2208 движение уже продолжилось и к сегодняшнему дню достигло второй отметки на 1.2455. В целом, это дает основания для продолжения сценария с восходящим трендом, который еще и имеет потенциал для новых целей. Ну а теперь, собственно, к новому прогнозу. Судя по динамике цены, присутствует некоторое сопротивление на 1.2407, что может привести к развитию нисходящей коррекции. Пределы этой коррекции ожидаются до уровня текущей поддержки на 1.2287. В случае удержания этого уровня покупателями высок шанс возобновления восходящего импульса к новым локальным максимумам с ближайшей целью на 1.2460 с потенциальным проходом до 1.2508. Отмена сценария состоится при проходе цены ниже разворотного уровня на 1.2208. Японская иена пока колеблется в довольно узком диапазоне между 107.81 и 107.33 на фоне отсутствия драйверов для импульсного движения. Обозначенные цели пока не достигнуты, хотя и остаются пока актуальными. Основной сценарий на снижение остается в силе. Уже несколько раз пара тестировала сопротивление на 107.81 и каждый раз цена отбивалась от него, что вероятно говорит о его силе. Для начала подтверждения нисходящего сигнала продавцам предстоит преодолеть поддержку нижней границы коридора на 107.33. Теперь к актуальному графику. Общий расклад по динамике и целям остается прежним. Не исключен еще один ретест уровня сопротивления на 107.81, отбой от которого вероятно отправит котировки к локальным минимумам с первой целью на 106.96 и потенциальным проходом до 106.70. Отмена сценария и смена приоритета состоится при пробое сопротивления на 107.81 и рост выше разворотного уровня на 108.08. На сегодня у меня все. С вами был Арман Бесимбаев и обзор по техническому анализу валютных пар от компании Текмил. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством действия и не гарантируют результаты. Поэтому соблюдайте риски. Всем профит на неделе и до встречи в следующем выпуске.